Свет, ты готова? Ну, ты решил затмить невесту. Я просто хочу красивой быть рядом с тобой. Всегда. Давай потом это обсудим, не сейчас. Когда потом? Мне 39 лет. Чего ты хочешь? Ты прекрасно знаешь, чего я хочу. Мне нужен ты, наша семья, ребенок. Свет, ну я же всегда рядом. Ты знаешь, какой я подарок купил? Закачаешься, мы опять всех сделаем. Нет, я не понимаю, почему есть подарок. Почему, когда я начинаю с тобой говорить о наших отношениях, ты все время переводишь тему? Мы вместе 8 лет. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы решиться? Свет, я сейчас не готов это обсуждать. Одевайся, я жду тебя внизу. Нет, подожди. А когда мы будем с тобой это обсуждать? Когда ты будешь готов? Скажи, я спрошу у тебя. В конце концов, это важно для меня. Свет, время. Невеста с женихом ждать не будут. Причем здесь невеста с женихом, я не понимаю. Я вообще никуда не пойду сейчас. Если ты сейчас уйдешь, имей в виду, ты можешь больше не возвращаться. Запомни, ты сказала это первой. Страна Петровна, вы забыли. Не надо, Люсь. Спасибо. Мы не пойдем на свадьбу. Мы с Володей расстались. Нет, ну я не понимала этих мужчин. Чего им только нужно. Светлана Петровна, красавица, умница. На ней весь бизнес держался. А Владимир просто числился там директором. Я работала у них полгода. И за это время поняла, ничего он не собирался менять в своей жизни. А Светлана Петровна была достойна лучшего. Да она, небось, уже родить не сможет. Сколько ей, сорок? У меня мама чуть-чуть старше. Зря ты так о Светлане. По крайней мере, она смогла свой бизнес сделать. Пятый салон собирается открывать. Ой, знаешь, мне кажется, ничего у нее не выйдет. А я, между прочим, скоро буду бизнес-леди. Мне Володечка пообещал. Володечка? Ты про Владимира Дмитриевича? У тебя что с ним роман? Ой, Кристинка, не в свою тарелку лезешь. Это мы еще посмотрим. Все-таки решила уйти. Сама меня выставила, помнишь? Из-за Кристины. Откуда ты знаешь про Кристину? А, хотя, не важно. Передай ей, что она уволена. Ты, надеюсь, понимаешь, что с тобой вместе мы работать больше не сможем? Напоминаю, я совладелец. Хочешь развалить бизнес? Столько лет трудов не жалко? Скажи мне, как ты мог мне врать все это время? Мы с тобой все это время работали без праздников и выходных. Хочешь все потерять? Подумай. Светлана Петровна, я здесь уже приберусь, можно? Да, конечно. Мусор вот еще выброси. А я, дура, еще ребенка хотела от него родить. А что вам мешает родить без него? От кого? Ты думаешь, в моем возрасте так легко найти себе мужчину? Ну, а если найти донора? Донора? Ну, сейчас же 21 век на дворе, Светлана Петровна. В этом нет ничего такого? Ну, не знаю. Но знаешь, мне кажется, это как-то слишком. Ребенок – это большое счастье. И неважно, от кого и как он родится. Главное – это то, что с самого начала мать носит его под своим сердцем. Девушка, я еще раз вам говорю. Мы не показываем фотографии доноров. Только данные о состоянии здоровья и заключении психиатра. Все, это правило. А если я вам заплачу? Ну, поймите, я должна видеть отца своего ребенка. Мой вам совет. Пройдите специалистов. Все, извините, у меня работа. Ваша карта, все в порядке. Можете пройти в процедурный кабинет. А это ваше. Спасибо большое. Это не ваше? Я смотрю, думаю, какая Светлана. Вроде пол менять не собирался. Я вообще здесь по другому поводу. Да, Светлана, это я. Вы Георгий, я правильно понимаю? Да. Кстати, приятно познакомиться. Да, мне тоже. Я посмотрю вашу карту, хорошо? Вы не против? Да нет. Отлично. Наследственных заболеваний нет. Все в порядке. Я думаю, вы мне подходите. Вы знаете, здесь с донорами не разрешают знакомиться. Я думаю, совершенно зря. Я вот посмотрела на вас. Мне кажется, у нас с вами мог получиться замечательный ребенок. Вы знаете, вы позвоните мне. Я вам хорошо заплачу, вы не пожалеете. Берите. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Доброе утро. Доброе. Светлана Петровна, вы опять не завтракаете. Как при таком режиме вы собираетесь вынашивать ребенка? Я думаю, все будет просто замечательно. Это он. Алло. Да, Георгий, здравствуйте. Да, я тоже рада, что вы позвонили. Нас сегодня ждут в три. Да. Хорошо, до встречи. Да. Я слышала женский голос. Может быть, он женат? Ну, какая разница? Вы же для себя рожаете. Люся, если бы ты видела, какие у него глаза. Так, с сегодняшнего дня краску закупаем дешевле. А если она будет портить волосы? Любая краска портит волосы, а это дешевле. А ты с каких пор распоряжаешься здесь? А меня Володя попросил. С Володей я поговорю, а ты больше командовать здесь не смей. Ну, я могу и подождать. Кристина, еще слово. Работайте, девочки. Вы знаете, говорят, какая-то очень болезненная процедура. Я, честно говоря, волнуюсь. Вы представьте, что несете вашего ребеночка на руках. Такое маленькое, крохотное, беззащитное существо, для которого вы весь мир, целая вселенная. И, поверьте, пройдет совсем немного времени, когда ваш ребенок начнет делать первые шаги, скажет «мама». Представляете? И тогда вы не сможете мыслить жизнь без него. Он станет для вас самым дорогим человечком на свете. И тогда вы всегда будете любить его. Поверьте, всегда. Да, вы правы. Ради этого действительно стоит пройти через все, даже через боль. Все будет хорошо. Я буду рядом. Возьмите этот задаток. Остальное после того, как наступит беременность. Берите, берите. Пойдемте. Спасибо. Свет. Ничего не получилось. Не отчаивайтесь. Мы будем пытаться снова, пока не получится. Давайте я вас домой провожу. Не стоит. Я сама. Муж, нет. В таком состоянии я вас не оставлю. Идемте. Спасибо. Можно на «ты», кстати. Да, кстати. Я и сам хотел предложить. Это у вас... Ой, у тебя тушь потекла. Володя, мне принесла образцы новых лаков. Ты что здесь делаешь? А я думала, что это по поводу нашего салона. Дай сюда. Ты уволена. А не боитесь, что кое-кто узнает про искусственное оплодотворение? Выйди из кабинета. Я не понимаю, что нормальных мужиков, что ли, нет? Хотя да, когда возраст подпирает, наверное, остается только с донором. Ладно, расскажи Володе. Пусть он посмеется. Кристина, у меня к тебе деловое предложение. Ты ничего не говоришь Володе, я тебе очень хорошо плачу. А мне не нужны ваши деньги. Мне нужно все. Светлана Петровна. Вы подождите так расстраиваться. То, что не получилось с первого раза, не нужно руки опускать. Я ведь коляску ему уже присмотрела, Люся. Так тяжело на душе. Но все будет хорошо. Обязательно будет хорошо. Да. Откроешь? Угу. Алло? Да, привет, Георгий. Света, я волнуюсь за тебя. Как настроение? Ничего, я справлюсь. Может, мне прийти? Честно говоря, было бы очень хорошо, если бы ты приехал. Приезжай, Георгий. Я дома. Я жду тебя. Что тебе нужно? Быстро же ты нашла мне замену. Я за рубашками. Люся, посмотри, пожалуйста, чтобы Владимир Дмитриевич не прихватил случайно чужого. Хорошо. Спасибо. Знаешь, я в детстве мечтала играть на пианино. Да? Но оказалось, что у меня совершенно нет слуха. Тогда я решила, что когда у меня будет ребенок, он обязательно исполнит мою мечту. У нашего ребенка есть все шансы унаследовать мой слух. Я сказал, у нашего. Я имел в виду, что я окончил музыкальную школу, правда, только по классу скрипки. Скрипка – это хорошо. Вообще музыка – это замечательно. Да. Меня так замучили за годы музыкалки, что я с тех пор ни разу не брал в руки скрипку. Но зато решил, что мой ребенок сам будет выбирать, чем ему заниматься. Да, только бы... Только бы он родился. Холмуюсь. У нас все получится. Мне пора. Здрасте. Здравствуй, Люсенька. Ты сегодня рано. Две. Да, у нас гость. Я, пока он спит, хотела приготовить завтрак. А это, случайно, не Георгий? Да, это он. Стана Петровна, я сама все приготовлю. Вы идите и приведите себя в порядок. Хорошо, Люсенька. Спасибо большое. Я сразу поняла. У моей хозяйки все хорошо. Она влюбилась. Она была такая счастливая. У нее так горели глаза. Я за нее очень радовалась. Ты с положительной. Я вас поздравляю. Спасибо, Люсь. Надо Гоше позвонить. Алло. Привет. Как дела? Привет. Очень хорошо. Ты беременна? Давай лучше встретимся. Да, сегодня. В три. Ты можешь? Хорошо. До встречи. До встречи. Да, пока. Свет, давай по цифрам посмотрим. С каких ты пор читаешь журналы для беременных? Ты что, беременна? Тебя это точно не касается. Подожди. Это что, мой ребенок? Учти, я потребую генетический анализ. Володя, я решила взять новую девушку на маникюр. Неплохая, с опытом. Мне она очень нравится. Давай возьмем. Смотри, быстро освоилась. Уже персонал набирает. Ты куда? Ну, вы тут по-семейному разберетесь, я думаю. А у меня дела. Хороший денек сегодня, да? Да. Ты знаешь, я ведь только что поняла, что почти ничего о тебе не знаю. Давай в кафе сходим, посидим, пообщаемся. Извини, я не могу. Нужно домой срочно. Семейные дела. Семейные? Ты что-то хотела мне сказать? На что все получилось? Наш договор выполнен. Свет, ну что? Нет никакой беременности. Да не переживай, попробуем еще раз. Хорошо, я подумаю. Ты извини, мне нужно идти. У меня времени мало. Пока. Свет. Ну, сейчас она придет. Быстренько мне договор попишет. Только быстрее, Володь, хорошо? Ладно, ладно. И поедем. Света! Володь! Свет! Подожди. Что тебе нужно? У меня договор, нужна срочно твоя подпись. Володь! Сядь в машину. А у тебя, я вижу, новый партнер по бизнесу? Не обращай внимания. Слушай, ты такая бледная, у тебя все в порядке. Володь, она подписала, поехали. Ты можешь подождать немножко? Что ты на меня кричишь, а? Да она не от тебя залетела. У нее донор есть, я же тебе говорила. Ты заткнешься сегодня или нет? Да я своими глазами видела. Нормальных мужиков ей не хватает. Решила за деньги, да? Уйди. Свет. Знаешь, мне тебя искренне жаль. Прощай. Володь, пожалуйста, поехали. Как же ты мне надоела. Свет, подожди. Свет, у ребенка должен быть отец. Я готов вернуться. Надо же, какое благородство. Что, тебе уже не нравится твоя молоденькая хищница? Свет, ну ты же всегда была выше этого. А я понимаю, почему ты так занервничала. Это тебя без штанов оставит. Все из тебя вытащит. Завтра я тебе договор пришлю о расторжении наших деловых отношений. Теперь ты в свободном плавании. Смотри, не утони. Ах, вот-то как. Уж не влюбилась ли в этого своего донора? А вот это тебя уже не касается. Да, пожалуйста. Только сильно не обольщайся. Ему кроме денег от тебя ничего не нужно. Светлана Петровна, ну не могу вывести пятно. Я химчистку отдам. Кофе? Ну это же вредно. Что-то случилось? Господи, надо же было влюбиться в донора. На что я надеялась? Светлана Петровна, я вам посторонний человек, но мне кажется, что вы должны ему все рассказать. Да, наверное, ты права. Я позвоню ему, все расскажу, отдам деньги и пусть убирается на все четыре стороны. Мне никто не нужен. Алло. Да, привет, это я. Ты можешь сейчас ко мне прийти? Да, это срочно. Я знала, какой жесткий характер у Светланы Петровны. И понимала, что она даже не даст одного шанса Георгию. Мне нужно было как-то объяснить моей хозяйке, что она ошибается. Все в порядке, я беременна. Так что вот, здесь все твои деньги. Спасибо тебе большое. Я хотел тебе кое-что сказать. Ты можешь меня выслушать? Только быстрее давай, мне, честно говоря, сейчас совсем не до этого. Нам надо с тобой поговорить. Я же говорю, туда нельзя. Она залезает. Ты можешь взять, ты у меня срочно. Свет, я тебе звонил по полгода времени, да не мог даже не умеется. Ну, конечно, я телефон выключила. А это что, тот самый Альфонс-производитель? На что только люди не идут, чтобы урвать свой кусок? Это что, гонорар? Ну, бери, молодец, заработал. Света, это кто? Мой муж. Муж, значит, ты даешь мне второй шанс. И не надейся. Вот документы. Уходи. Свет, я на твоей стороне. Мы сейчас должны быть вместе. Он тебя обидел? Хочешь, я сейчас догоню, и мы ему такое устрою? Только попробуй. Документы получил? Уходи. Он просто взял деньги и ушел. Я ему не нужна. Я ему не нужна. Да нет же. Вы просто его очень обидели. Ну, ладно. Хватит. Хватит нервничать. Нельзя вам. Хорошо. Ребеночек, он же все чувствует. Может, чай? Да, спасибо. Здравствуй. Спасибо, что пришла. Здравствуй. Ну и зачем ты меня позвал? Ты свою работу сделал, я тебе заплатила. Что ты еще хочешь? Это твои деньги. Возвращай. Зачем? Ты их честно заработал. Ты же для этого донором становился. Ты меня совсем не знаешь. Выслушай меня, пожалуйста. Я бы хотел, чтобы ты изменила свое мнение обо мне. Я не Альфонс, как выразился, твой муж. И донором я стал. Не ради обогащения. Меня мама болеет. Нужны дорогие лекарства, лечение. Я, конечно, работаю и подрабатываю, но денег все равно не хватает. Извини меня, я не знала. Я очень жалею, что пошел в этот медицинский центр. И не хотел бы, что ты считал меня каким-то быком-производителем. Что это? Договор о разделе бизнеса. Свет, ну мы же уже обсуждали это. Мы договорились, оставим все как есть. Каждый получает свою долю, и мы разбегаемся. Свет, ну погоди, подумай еще раз. Мы же столько лет потратили, столько сил вложили в этот бизнес. Это я силы вложила. Я рисковала и брала кредиты под свое имя. Я выбивала помещение под салон и набирала персонал. Я даже фирменный стиль сама разрабатывала. Так что лично я ничего не теряю. Кроме ненужного барахла. Это я барахла? Я думаю, что я точно справлюсь сама. А вот справишься ли ты в одиночку с бизнесом? Свет, ну хорошо, погоди. Посиди, давай обсудим. Ну и катись к своему донору. Светлана Петровна, там... Люся, я забыла тебе сказать, у нас кончилось масло. Купи, пожалуйста. Не слишком ли большой бутерброд для барышни, которая себя очень плохо чувствует? Что? Я за маслом. Так, мне сказала твоя домоработница. Люся! Люся, я тебя уволю, слышишь? Люся! Не ругайся. Она у тебя самый настоящий дипломат. Практически заманила меня сюда. Ты что, не рада меня видеть? Ну, я рада, просто у меня такой глупый вид с этим бутербродом. А мне нравится. И вообще, с сегодняшнего дня мне нравятся барышни, которые много с аппетитом едят. Я еще год работала у Светланы Петровны. Она открыла новый, свой собственный салон красоты. И в личной жизни все у нее сложилось. Положенный срок моя хозяйка родила прекрасного сына, вылитого Георгия. А я им нашла замечательную няню.